Дальнего Востока 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 Они имели здесь значительную долю, но произошла замена их на игроков из юго-восточной осеннистого расстояния. Можно ли говорить о том, что сейчас не хватает мощности именно как раз для того, чтобы вся система работала без сбоев, и тот напор, тот объем, который сейчас появился дополнительный, был проработан, и, соответственно, и власти, и бизнес получили соответствующие преференции? Да, наверное, можно говорить о том, что мощности у нас все-таки в какой-то мере ограничены, их нельзя очень быстро увеличить. При этом на грузооборот, безусловно, также влияет структура импорта и экспорта, потому что для того, чтобы все это равномерно росло, экспорт должен соответствовать импорту, тогда грузопереводчики имеют достаточно стабильную ситуацию. На сегодняшний момент у нас импорт несколько превышает экспорт. Но при этом есть также еще проблемы, связанные с погранпереходами, с автомобильными. Это проблемы, которые возникли во многом из-за ограничений стороны Китая, связанными с ковидом. Но я надеюсь, конечно же, что с улучшением ситуации по ковиду у нас в том числе и будет получаться ситуация по автомобильным погранам. Андрей Саниславович, а где сейчас находятся технологически, если можно так выразиться, точки роста Приморского края, которые будут отвечать запросам иностранных потребителей? У нас в регионе действует достаточно мощная система поддержки развития производства. Это, конечно же, режимы ГСПВ и Тора. И поэтому можно сказать о том, что вот сейчас вся та инфраструктура, которая у нас здесь возводится с использованием этих возможностей, она, конечно же, во многом нацелена на экспорт. То есть здесь рассматривается прежде всего экспортный потенциал. Поэтому, конечно, мы смотрим и на какие-то приоритетные проекты. У нас развивается судостроение, у нас планируется развитие газохимии и нефтехимии. И у нас развиваются различные проекты в различных отраслях, в зависимости от специфики ТОРов. Есть транспортно-логистические ТОРы, есть производственные ТОРы, есть сельскохозяйственные ТОРы. Поэтому это, наверное, основа для нашего роста на ближайшую перспективу. Но понятно, мы знаем, что основные торгово-экономические партнеры Приморского края – это страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На их долю приходится 90% внешнего торгового оборота. И более 50% – это Китай. Вот дальнейшее развитие вы видите за счет интенсивного все-таки или экстенсивного пути? Конечно, мы считаем, что интенсивный путь является более оптимальным и, наверное, более правильным для развития экспорта. Но при этом нужно понимать, что все-таки на сегодняшний момент для нас в краткосрочной перспективе одним из способов увеличения нашего экспорта является в том числе увеличение количества стран, куда мы экспортируем свою продукцию. И это учитывается в экспортной стратегии края. Предполагается фокус на тех странах, которые сейчас экспорт, наверное, не такую большую долю занимает. Спасибо, Андрей Станиславович. Успехов вам в работе на форуме. Об экспортном потенциале Приморского края мы говорили с генеральным директором Центра «Мой бизнес» Приморского края Андреем Шевченко. Продолжение следует...